Такое традиционное начало. Включается эфир прямой, запись видео и машина задним ходом писк. Уперся и поехал. Да, вот так вот у нас начинаются часто эфиры и записи на лайв-канале на моем. Ой, excuse me. Морозец. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Хотя не, на самом деле сегодня пятница. Еще рабочий день. Сегодня я еду не на тренировку, поэтому и раньше у меня на эфир и не в стандартный день. Как это бывает обычно по вторникам и четвергам с 11 до 12 вот этом вот интервале идет у меня запись эфира прямого. Сегодня мне очередной выпуск. Ну, такие выпуски на самом деле будут часто, просто по вторникам и четвергам это стандарт как бы такой четкий, когда это всегда происходит. Ну, как правило, по крайней мере, очень редко пропускаю. Потом сможете обязательно посмотреть, кто не посещал, кто не видел эти выпуски, можете посмотреть записи этих передач на ютубе. Можете набрать на ютубе Михаил Шилов, найти мой канал и найти там на канале, плейлист называется «Подкасты за рулем» или там «Кухонный философ» там можно найти. Можете просто на ютубе набрать в поиске «Подкасты за рулем» и найдете. В общем, можно по-всякому найти. А лучше всего подписывайтесь на мой канал на фейсбуке, заходите. По вторникам, четвергам будем общаться регулярно. А, значит, сейчас у меня еще и пока-пока я выхожу регулярно в 8 часов утра в инстаграме, в эфир прямой. Но там больше идет общение по проекту корректуры, хотя можете задать вопросы на самые разные темы. А сейчас еду я на тренировку, началась у меня активная программа подготовки к аттестации на пятый дан через месяц, немножко побольше, чем через месяц, через полтора где-то, вот так вот даже, да. У меня планируется аттестация. И, соответственно, конечно, хотя мы готовы всегда, но лучше всего еще поднаточить все нюансы, тонкости и детали. Вот. А сегодняшний, значит, эфир посвящается теме вредных привычек. На самом деле тема очень такая глобально серьезная. Вот. Потому что парадоксальная вещь. Чем люди не занимаются? Занимаются ли они боевыми искусствами? Занимаются ли фитнесом, кроссфитом? Какими-то иными видами спорта и активной деятельности? Если они не являются профессиональными действующими спортсменами, то мы видим самую частую и распространенную ошибку. Люди стремятся получить эффект. Ну, по крайней мере, внешне. Как у профессионалов они бы этого хотели. Особенно те, кто занимается фитнесом. Да? Иметь красивую фигуру, там все такое прочее. Вот. Но что-то они в тренинге берут для себя и во подготовке. Так как это профессионалы делают. Причем берут именно то, что брать не нужно. А именно фармподдержку, предположим, какую-то. Вот. Химозину всякую. И очень сложные виды режимов, сложные для добывателя. То есть, это безуглеводки различные все. Но что касается других вещей, они предпочитают на это внимание не обращать. Ну, такие, как, предположим, отказ от курения, отказ от алкоголя. То есть, вообще непонятна логика мышления. Или мы полностью подражаем, да? Или мы полностью не подражаем. Но вот это вот 50 оттенков серого, это на самом деле, друзья мои, не работает. Я не призываю стремиться к тем методикам, перед ним стоят правильными задачами, стремясь к профессионализму какому-то внешнему, который ему, в общем-то, и нафиг, и не нужен. А вот другие вещи, такие, как присутствие вредных самих привычек, вот здесь он себе дает все эти послабления. То есть, я говорю, это 50 оттенков серого. То есть, как нам удобно, так мы для себя это и воспринимаем. Главное, что человек так устроен хитро, что он может оправдать любую вредную привычку, даже абсолютно понимая эту логику, абсолютно никакой нет. И знаете, какое вообще-то мерило существует для того, стоит оправдывать свои какие-то вредные привычки или не стоит. Есть один самый критерий. Даже человек склонен оправдать самого себя, вот, ну, прям по-любому. То есть, выпиталка, если он там алкоголь употребляет, он найдет тысячу подтверждений, почему там ученые британские доказали, что 10 литров красного вина в день, это там вообще хорошо. Ну, это кутрирую, конечно, да. Или что стаканчик водки там вот помогает вот то-то, то-то. Или что ни херовье количество кофе в день, это тоже самое то, что надо. А курение, ну, вообще, оно же сосредотачивает, дает время подумать, влияет на концентр. Ну, все, короче, и, как говорится, нет худа без добра. То есть, любая вредная привычка еще несет столько позитива, столько позитива, что, наверное, ее стоит иметь. Не стоит с ней так прямо яро бороться и все такое прочее. Потом в какой-то момент человек что-то пересиливает, он там говорит себе, все, это было последний раз, я отказываюсь от алкоголя, отказываюсь от курения, 5-10-е. А потом опять начинается все с самого начала, или это случайно происходит, в кавычках, разумеется, либо как-то еще, и он опять оправдывает себя. Мы вообще офигенный психотерапевт, любой психолог и психотерапевт просто позавидуют тому, какие мы сами себе можем быть психотерапевтами. На самопсихотерапию, вот я бы вообще развил бы новые движения в психотерапии, когда не врач лечить должен, а врач должен просто пробудить в пациенте такого психотерапевта, который будет менять отношение к любой ситуации. Ведь так обычно говорит психотерапевт, он говорит, если мы не можем повлиять на ситуацию, то нужно повлиять на свое отношение к этой ситуации. О, ну классное решение, можно абсурда довести вообще, предположим, наркоман, да, говорит, ну я все, не могу повлиять на ситуацию, силы воли у меня нету, на клинику дорогую у меня денег нету, ничего я поделать не могу. Вот. И поэтому мне надо поменять отношения, ничего страшного в этом нет, зачем бороться самому собой, борьба с самим собой это всегда трагедия, это душевный травм, лучше я так и останусь наркоманом, да так что ли? Или так алкоголик будет рассуждать? Не, ребят, это вообще капец, это капсдец. Так вот, про критерии. Как же не оправдывать себя там, где хочется? Есть один критерий. Критерий этот, вот я часто привожу пример на детях, это дети. Подумайте сами, вам было бы хорошо, если бы ваш ребенок имел такую же вредную привычку, как вы? Или вы будете поощрять его эту вредную привычку? Предположим, отец курит. Но я уверен, что абсолютное большинство курящих родителей не поощрят курение, значит, ихнего чадушка. Они, правда, будут ему действовать на то, что он еще мал, я в твои годы типа не курил, ля-ля-фа-фа. А это какая разница на самом деле? Ну, конечно, на детском организме скажется, что курение более пагубно. Но если он все равно закурит, что вы ему не говорите, он закурит все равно, если вы будете курить. Вот вы же не пожелаете ему, да, чтобы он там курил, или чтобы он пиво пил в гараже со своими самими друзьями. И если это действительно так, значит, вы прекрасно понимаете, что привычка-то это вредная. То есть, близкому человеку, который вам не безразличен, вы искренне будете желать, чтобы у него этой привычки не было. Да? И если у вас есть влияние на данного человека, вы с этой привычкой будете бороться. Причем бороться иногда самыми жесткими методами. Ремня всыпите ему, да, если он, на самом деле, со школы придет, от него курилом тянуть будет. И так вы будете поступать? Скорее всего, сначала морали, если морали действовать в самом деле не будет, будут и другие методы, репрессии, финансовые, не будет давать карманных денег, как-то еще влиять разными способами. А почему? Потому что вам не безразлична судьба этого человека, вы о нем заботитесь, вы печетесь о нем. То есть, он для вас важен. Но вы подумаете, а вы для себя что, нифига не важны, что ли? А, кстати, при этом при всем, вы для своего ребенка, в тот момент, когда вы его там, ну, отчитываете за те вещи, которые ему, в принципе, хочется делать, будете чуть ли не врагом. Он не будет адекватно воспринимать на уровне логики, вернее, на уровне логики может и будет это воспринимать нормально. Но на уровне своих ощущений он на вас будет обижаться. Он будет пытаться вас обмануть все равно каким-то образом, да? Что-то там и губы дуть на вас, если вы накажете. Вот в вас точно так же живет два человека точно таких же. То есть, один на вас будет обижаться, когда вы сами себя заставляете бороться с какой-то пагубной привычкой, да? А другой, значит, будет говорить, нет-нет, бороться надо. Вот кто сильнее, да? Ну, мы не будем говорить о шизофрении, там, с раздвоением личности. У нормального человека обычно все это гармонично. Они очень хорошо договариваются. Как я сказал, человек сам себе это психотерапевт. Если вы со своим ребенком не договариваетесь, да, а влияете на него, то на себя обычно так сильно повлиять не получается. И вот здесь эти вот, ну, ты по ста си две, они должны с друг дружкой не то, чтобы побороться, они должны прийти в согласие на самом деле. Вот. Надо просто захотеть, захотеть этого не делать, не заставить себя на уровне ментальном, на уровне логичном. На уровне логики мы поняли, как определить то, что действительно вы считаете, что привычка вредная. Потому что на самом деле есть те люди, которые искренне считают, что никакой пагубной привычки в питье вина, предположим, нет. Возьмем такие культуры, как, ну, вот возьмем хотя бы ту же Молдавию, да, где много винограда и все такое прочее. И молодое вино там вместо воды пьют даже дети. И родители спокойно смотрят на это, потому что это элемент национальной культуры, так уже просто это повелось. Ну, вот так вот есть, все. И поэтому, конечно, если у них ребенок будет из, там, кастрюли с вином, с кружкой вино черпать и пить вместо воды, у них никаких проблем не будет. А если ваш ребенок, там, из холодильника бутылку вина достанет и, там, стакан себе нальет, у вас глаза на лоб полезут, да? Ну, вот мы говорим сейчас о нас, мы говорим о нашей самокультуре. В нашей культуре, в нашей национальной культуре питье среди молодых людей и детей не поощряется взрослым. Почему? Потому что даже не зная всего вреда, который на уровне биохимии и всего прочего наносят алкоголизм ребенку, уже наши древние предки, коих я на самом деле не люблю вставить в пример, а то можно дойти до такого, что, там, астралопитеков будем в самом деле в пример ставить, они тоже наши предки, вот, они уже понимали, что алкоголь для детей не есть гуд. Вот, и в кабаке детям путь заказан был, и родители никак это не поощряли. Если еще это пароли, будь здоров, так, что, ого-го, вот это загнул я, пароли, будь здоров, так, что, ого-го, да, вот. Поэтому вот таким, и через этот фильтр просто пропускаем любую привычку, считаем. А, хотим ли мы, чтобы ребенок пил, там, кофе или пил предтреники? Вот, вы хотите, чтобы ребенок занимался спортом, да? Он ходит в спортивный зал, вы ему купили там абонемент или записали в спортивную секцию, вдруг в какой-то момент вы узнаете, что он узнал, что вы перед тренировкой в атлетическом зале выпиваете предтреник. Блин, папа пьет предтреник, я тоже хочу. И вы вдруг узнаете, что он это гуаранулу пашет, кофеин там и все, там использует какие-то термодженики. И вы это будете поощрять вашему ребенку 14-15 лет? Да вы скажете, да ты что делаешь, ты травишься? Он скажет, так а ты сам такой? И вы опять заведете старую песню. Не, ну у меня-то организм сформировался, я уже детей родил, а тебе-то еще расти там, да? Пятое-десятое, я хочу внуки, чтобы здоровые были. Понимаете, вы начинаете с помощью поддавливания на него и таких вот аргументов в его сторону оправдывать на самом деле себя. Почему вы это делаете? Хотя понимаете, что это привычка вредная. Видите у нас, как это все работает на самом деле? Работает это в две стороны всегда. И поэтому еще раз я говорю, вот такой важный фильтр. Если вы для себя, вернее, если вы для близкого человека своего или для ребенка не желаете какой-то вредной привычки, как той, я перечислю снова, там употребление, большое количество кофе, принятие каких-то термодженников, энергетиков, предтреников, там алкоголь, табакокурение или что-то еще. Значит, понимаете, значит вы действительно, а при этом при всем вы это сами все принимаете, считаете, что вы это делаете правильно, по чуть-чуть иногда можно, то вы обманываете себя, потому что близкого, родного человеку вы это делать запрещаете, считаете, что это неправильно. В отношении себя же вы этот фильтр не включаете. А на самом деле все работает одинаково совершенно. Вы просто прекрасно понимаете, что это привычка вредная, но готовы себя оправдать. Все. Здесь мы с этим закончили. Кто только что в эфир вошел, обязательно посмотрите с самого начала. И тем, кто смотрит это на записи в ютубе, тем, конечно, больше повезло. А теперь, значит, мы переходим к другой части. Про то, как же это все дело побеждать. А побеждать это надо не в борьбе, как это ни странно. Потому что, когда человек начинает бороться с вредными привычками, прям бороться, то эта борьба, она всегда ведет к какого-то рода поражению. Потому что любая борьба с самим собой, она приведет к поражению какой-то части самого себя. И если даже эта часть самого себя плохая, ну, как вы и сами это считаете, вы так определили, то вы все равно у себя отнимаете огромную часть энергию. Потому что вы же побеждаете часть самого себя. Вы эту часть убиваете. И на силу этой части вы становитесь, смотрите, слабее. Вот на эту часть, которая была в этой силе заключена. Понимаете? И вам ее иногда не восстановить. Потому что вы лишились куска, ну, депостаси своей. Здесь другая тема. Здесь ее, здесь вот эту отрицательную сторону нужно перепрограммировать. Ее нужно убедить в том, что это все неправильно. То есть, как вы же попытаетесь своему ребенку на уровне логики доказать, что он, на самом деле, ну, не прав. И если вы грамотно будете действовать, то вы ведь убедить его сможете. Именно на этом, с вами, базируется воспитание. Точно так же можно воспитывать и любую часть своего сознания. То есть, ипостаси любую своего сознания. Вот. Конечно, все идет с уровня того, что вы на уровне логики понимаете, что куда вам нужно с вами двигаться. Это раз. А второе. Нужно термин борьбу, борьбы исключить. Понимаете? Борьбу нужно исключить. Нужно идти к соглашению. И здесь мне нравится такой, ну, это элемент, так сказать, программирования, самопрограммирования. Как, ну, не элемент, а как это, ну, работает хорошо. Когда вы даете некоторым вещам другие понятия, то эти понятия изменяют и сам предмет, и отношение к нему. И мне очень понравилась, значит, такая сентенция, что не нужно бороться с чем-то в себе, а нужно просто выбрать такой путь, такой вариант своего существования, где этого нет, то, с чем вы хотите бороться. То есть, смотрите, если вы курите, то не нужно, самки, бороться с курением, с этой вредной самки привычкой. Нужно просто выбрать для себя такой путь, где вы не курите. То есть, где курение отсутствует в вашей жизни. Ну, вот абсурдно звучит, с одной стороны, да, ну, может это показаться так абсурдно, да, что вот как от перемены мест самки слагаемых сумма не меняется. Но на самом деле меняется. Как вы яхту назовете, так она и поплывет, да, говорил капитан Врунгель. Так и есть. И от того, как вы назовете и какое у вас отношение к этой теме будет, точно так же это будет все работать. Дело в том, что и слово, и мысль, они влияют, они реально влияют, они материальны. Это прямо, ну, настоящие серьезные вещи. Это действительно самозамечательно работает. Вот. Поэтому вы просто должны себе сказать, а потом это принять и в это очень хорошо поверить, что вы не боретесь с собой, а просто выбираете тот путь, где вредные привычки отсутствуют в вашей жизни. Все. И об этом вы себе постоянно говорите. В тот момент, когда вы себя поймали, что вы, там, грызете ногти, я не знаю, там, или что-то еще делаете, какую-то вредную другую привычку, я говорю, там, алкоголь употребляете, или хочется покурить, и все. Вы вспоминаете про то, что вы выбрали тот путь, где отсутствуют эти вредные привычки, где их в вашей жизни нет. И это действительно работает. Это проверено лично на себе, на собственном опыте. Я это все прошел, и все это действительно замечательно действует. В настоящий момент я уже очень долгие годы, как вообще, не курю, и вообще не употребляю. Ну, это алкоголь, абсолютно. И если я хочу в своей жизни что-то поменять и отказаться от какой-то неправильной, как я считаю, программы, я это выяснил, что вот это неправильно для меня, и мне хотелось бы действовать по-другому, я просто выбираю тот путь, где вот это все, что мне не нужно, просто отсутствует. Я не пытаюсь это искоренить из своей жизни. Нет, я просто иду по тому пути, где этого нет. Это надо продумать. Вы, наверное, сразу, сразу это не воспринимается легко. Это нужно обдумать, как обдумывают зен-буддисты какой-то куан. Сформировать в какой-то куан, я сейчас для вас не буду формировать, да, какую-то в историю куан, но саму синтенцию я попытаюсь более строгую мысльцам и выразить, чтобы она была короткой. Давайте прямо сейчас я попытаюсь это сделать. Не самым лучшим образом, может, потому что это будет экспромт, но тем не менее. Если вы хотите что-то поменять в своей жизни, то не пытайтесь менять это с помощью борьбы и силового воздействия на самого себя. и борьбы с самим собой. Просто выберите для себя тот путь, на котором есть все, что вам нужно, и отсутствует то, что не нужно. Вот, такой куан, такая синтенция. Обдумайте ее тщательно со всех сторон, прямо вот со всех сторон обсосать ее нужно. И тогда она проникнет в вашу голову, и вы просто поймете, как нужно действовать. А то, что это работает на 100%, я даю вам гарантию не в 100%, а в 200%. Еще очень важный момент, это правильная формулировка этих вещей. Сейчас, когда я рассказывал вам про это, про все, я формулировки на самом деле использовал не совсем правильные, не совсем верные, как это должно быть. Смотрите, любые слова имеют вес. И какой бы ни стоял перед словами предлог, любой, не, и, да, потом, он на самом деле имеет не самый большой смысл, если вы формируете для себя какую-нибудь установку. И поэтому, если вы говорите, я не хочу, там, курить, то это восприняется, то это все равно трактуется, как, что я хочу курить. Потому что ни, никакого смысла не имеет в формулировке, потому что вы все равно настраиваетесь на вибрации курения. Понимаете? Поэтому и такая формулировка, предположим, как «я хочу не курить» тоже не работает, потому что опять получается, что я хочу курить. Вот. Поэтому нужно искать такую формулировку, такую хитрую формулировку, которая будет спрограммировать отсутствие привычки вредной самым лучшим образом. Иногда это очень сложно. Очень сложно найти такую формулировку, найти такую мантру, ну, это в кавычках мантру, конечно, которая правильно сформулирует ваше желание. Вы должны понимаете, представьте такую ситуацию, что вам разрешили загадать одно желание, одно единственное желание. Джин. Почему джин злой? Он ваше желание выполнить не желает, вообще не хочет. Вот. А... Но вынужден, потому что правило существует такое, что желание выполнить нужно. И поэтому... А вы хотите, чтобы он исполнил ваше желание. Поэтому вам его нужно так загадать, чтобы оно не имело двойного, косвенного толкования какого-нибудь, извратного понятия, и чтобы в нем еще не присутствовала частица «не». Вот, да? Чтобы программа была очень четкая. Это очень сложно. Потому что, предположим, вы загадаете, хочу, хочу, чтобы передо мной прямо немедленно возникли сокровища там затонувших кораблей. Кто сказал вам, что эти сокровища сейчас прямо появятся в комнате перед вами? А возможно, вы докажетесь на дне морском, прямо под водой, около сокровищ этих. И на этом закончится ваша жизнь. Хотя желание будет исполнено. Все будет так, как есть. Вот и представьте, действительно, формулировка должна быть настолько четкая, настолько правильная, настолько точная. Вот. Ребят, если кто в эфире есть, там лайкните что-нибудь, то покажите присутствие свое, вот обозначите. Потому что трудно вот так общаться, когда не совсем-то понятно, есть ли там обратная связь или нет. И, кстати, вопросы можете по этому поводу сам задать. Ну, кто уже слушается давно, кто не в теме, можете посмотреть потом в записи. Запись, кстати, будет не только на Фейсбуке, а она будет на Фейсбуке, на моей странице, значит, Live, на обычном аккаунте, а на YouTube будет на Live Channel и в сообществе Кухонный Философ. Вот там это все еще присутствовать будет. Так вот, по поводу формулировки. Научитесь, прямо дайте себе задачу научиться формулировать свои желания таким образом, чтобы в них отсутствовало, во-первых, на частице «не», чтобы не присутствовали те вещи, которые вы не хотите получить, и чтобы никакого двойного толкования этого не было. Потому что вы на самом деле даете ведь установку своей судьбе, року, карме, да, вот на это влияете. Поэтому, наиболее, более того, умение правильно формировать очень четко мысль, не допускающую двоякого толкования, очень сильно помогает, потому что тогда вибрации самой этой вот идеи, а мысль, она материальна, и слово тоже материально, оно настраивается в резонанс именно с той и самой частью, ну, не знаю, как это назвать, ну, космоса, что ли, который поможет вам это дело сделать. Это все работает на самом деле. Это действительно так. Вот. Знаю по опыту, по собственному, вернее, по опыту общения с разными людьми, что нифига это не получается делать. С первого раза-то точно. Это настолько сложно. Вот вам такое легкое домашнее задание, да, прямо реально. Еще раз говорю, я прямо, особенно для тех, кто только что вошел в эфир, представьте, что действительно вот вы открыли бутылку, из нее вылез джин. Он может исполнить одно единственное ваше желание, но он, в принципе, выполнять его не хочет, но обязан. Обязан. Потому что такое правило существует. Желание лишь одно у вас. Вот. Он злобный, поэтому любое ваше желание он постарается исполнить таким образом, чтобы оно было формально выполнено, по формальному признаку, но чтобы оно нанесло вам максимально сильный ущерб. Ну, я пример уже привел, да. Захотите, в самом деле, красивое тело. Он вам это тело предоставит, но за счет, в самом деле, того, что в нем будет раковая там опухоль, предположим, и вы умрете очень красивым, но через, не знаю, но через два месяца. Вот. Или, там, захотите стать самим богатым, станете богатым, но каким-нибудь наркобароном, на который, вот, находятся ФБР. И вы застрелены будете тоже через пять минут после того, как это богатство получите. Ну, в общем, вот таким вот образом надо сформулировать настолько правильно желание, чтобы никакого двойного толкования вообще не присутствовало. Это очень хороший опыт, очень хорошая практика. Она позволяет научиться очень лаконично, очень лаконично структурировать свои мысли. Лаконично и кратко, кстати, надо сформулировать свое желание, чтобы оно размазано не было, чтобы не было, как в том анекдоте, да, когда человек там молится богу, всю свою там жизнь, и под конец, значит, жизни, все-таки бог услышал его молитву, говорит, ну, слушай, ну, ты вот молишься мне в натяжении там уже 60 лет, и говорит, что просишь выполнить одно единственное желание твое. Ну, ты такой прямо это вот, ну, надоел мне уже буквально, ей-богу, ну, давай, какое твое желание, я постараюсь исполнить его, я выполню его. И этот товарищ сам протягивает толстенную книгу и говорит, ой, вернее, нет, говорит, я хочу стать там кевлариком каким-то там, ну, не знаю, любое другое слово, это выберите по вкусу. Значит, это высшее существо говорит, а что это такое? Это как? Я, конечно, могу, но мне надо знать, как это. Ну, вот. И этот мужик протягивает ему толстенную книгу, как большой, ну, энциклопедический самки словарь, и говорит, ну, я вот тут все написал. То есть он там написал, что такой кевларик там какой-то там. Вот так желание формулировать самосвоение не надо. Ваше желание должно, должно быть сформулировано в двух-трех предложениях, а лучше вообще в одном. И причем не иметь двойного пакования и не содержать от отрицания чего-то. Не содержать от отрицания, это я поясняю, что там не должно быть такого, что я не хочу курить. Лучше тогда, лучше, но не самый лучший вариант. Там я хочу бросить курить. Не хочу курить, не частица не работает. Она не работает. Или я хочу не курить. Не частица не работает, это я хочу курить. Все. Вы как хотите думайте, но это действительно так. Частица не не работает. Поэтому, когда вы формулируете мысль, не используйте в речи, пожалуйста, как угодно можете использовать, в письменной, какой-то там еще, когда вы с кем-то разговариваете, человек вас это поймет. А вот при программировании, собственно, каких-то желаний использовать ее не надо. Ну и вернусь к тому, с чего мы начинали. Значит, по поводу искоренения привычек вредных. Не искореняйте, я просто уже заканчиваю, потому что подъезжаю туда, куда мне надо, на тренировку. Вот. Не боритесь с вредными привычками собственными, потому что это борьба с самим собой. Выбирайте просто такой путь в своей жизни, где вредные привычки в вашей жизни отсутствуют. Вот так вот. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то пересмотрите этот эфир, который в записи можно будет найти на канале на YouTube. Ну что, друзья, вам интересно было? Лайкните что-нибудь, да? Там эти галочки поставьте, что вы слышали меня, что вам интересно было. Или наоборот, там напишите в камен, так что это было все фигня, и не нужно нам такое. Вот. Или напишите, на какую тему вы, наоборот, хотели бы, чтобы я в эфир вышел. Кстати, я поеду назад после тренировки через несколько часов, через пару часов, может, не знаю, вот, через три, может, раньше, вот. И опять в эфир, наверное, выйду. Если вопросы какие-то будут уже здесь, я прямо эфир подготовлю по тематике этих вопросов. Вот таким вот образом можем поступить. Ну все, сейчас буду завершать. Так. Так. Я вижу, у матросов нет вопросов. Вот такие матросы-то. ха-ха. Ладно. Уважаемые посетители. Так. Хорошо. А хотя, знаете что, я приехал раньше времени на тренировку. И у меня есть, оказывается, еще, еще, а, нет, сейчас я подожду, пока ребята приедут и откроют двери клуба. Вот. Приехал я в Ивановский клуб на Академию боевых искусств Будо-сан. Вот. Это клуб моих учеников. Мои учеников. Ученики уже давным-давно превзошли, скажем так, учитель своего. Не вырастили уже сами целую плеяду с мастеров, чемпионов мира, черных поясов, карате, дзюдо, М1. Молодцы вообще, ребята. Вот. Просто класс. И вот на базе их клуба я и буду готовиться к аттестации на пятый дан. Други мои, есть ли вопросы какие-нибудь? Нету? Тогда заканчивать буду. Обозначьте присутствие, тогда мы еще пообщаемся. Я на самом деле с удовольствием, потому что время у меня есть еще немножко. Вот. Но я так понимаю, что нет. Ладно, все. Давайте, до встречи. Скоро опять в эфире. Салют. Вау. Да. Спасибо,